О трех понятиях. Евклидовые кольца, кольца главных идеалов и факториальные. Оказывается, любое евклидовое кольцо, то есть кольцо, в котором есть алгоритм евклида, в котором есть некоторая евклидовая норма, то есть каждому элементу споставлено какое-то неотрицательное целое число. И вот есть алгоритм деления с остатком. Любое евклидовое кольцо, то есть кольцо, в котором есть алгоритм деления с остатком, является кольцом главных идеалов. То есть там каждый идеал на самом деле порожден одним элементом. Идеал – это множество, которое вместе с любыми двумя элементами содержит их сумму и разность, и вместе с любым элементом содержит его умножение на любой элемент кольца. А кольцо главных идеалов обязательно обладает триангетом, то есть в нем выполнена основная теорема рефимистики. Вот первый из этих фактов доказать очень легко. Это, что называется, абсолютно классика. Смотрите, пусть у нас есть некоторый идеал. Возьмем в нем элемент наименьший по этой юбилитовской величине, относительно которой происходит деление с остатком. Давайте скажем, пусть А принадлежит Б. Тогда берем любой другой элемент из идеалов и делим его с остатком. Б – это Аку плюс Р. Смотрите, норма вот этого – это Р или 0, или его норма меньше. Но не может оно быть меньше, потому что Р – это Б минус Аку. Б принадлежит идеалу, А принадлежит идеалу, значит Аку принадлежит идеалу. Это элемент из идеалов. А А мы выбрали с наименьшей нормой. А по алгоритму деления юбилита Р должно быть меньше по норме, чем А. А, значит, получается, что Л обязательно 0. Значит, получается, что все элементы идеалов И делятся на А. Вот это замечательное обсуждение. Оно есть во всех учебниках, которые говорят вообще о разложениях на множители. Это действительно замечательный факт, все чудесно. Но давайте докажем ли это факт. Давайте докажем, что любое кольцо главных идеалов удовлетворяет основной теоремой альфметики. Это доказательство будет довольно длинное, хотя очень простое. Доказательство проходит примерно по следующему плану. Мы докажем, что в кольце главных идеалов для любых двух элементов есть в ней больший общий делитель. Любой неприводимый элемент, я вообще скажу, такой простой, Любая возрастающая цепочка идеалов стабилизируется. Это называется мёдровые кольца. Бладкая, великая женщина, он проиграет м-мёдр. Вот, дальше. У любого ненулевого необратимого элемента есть хотя бы один неприводимый делитель. Любой ненулевой необратимый элемент, на самом деле, нужно разложить в произведения неприводимых. Ну и после того, как мы это докажем, уже будет очевидно, что если вы рассмотрите любой неприводимый элемент, все его ассоциированные, то есть отличающиеся, не только умножением на делитель, единицей, и вот из этого множества вы видите один элемент, и так сделайте для любого неприводимого элемента. Во втором, в этом месте, нужна так называемая аксиома выбора. То есть, если у вас множество бесконечное, и в нём вот такие вот есть классы, надо одновременно из каждого класса взять по одному элементу. Так вот, в таком случае выяснится, что там разложение присутствует ровно, как в целых числах, там, и вообще во всех, которые находится. То есть, у вас есть делитель единицы, у вас есть неприводимый элемент в какой-то неотрицательной степени, и так для каждого неприводимого элемента. И когда вы перемножаете такие объекты, то показатели складываются, делители единицы, перемножаются. Замечательно. Давайте идём по плану. Это, на самом деле, совсем легко. Вот первый пункт. Есть наибольший общий делитель у любых двух элементов. Вот любые два элемента. Я могу рассмотреть идеал, порождённый ими. Это множество всех элементов вида АК плюс УМН, то есть БК. У меня К кольцо с единицей, поэтому идеал действительно такой УМН. Он главный. Значит, это на самом деле идеал, порождённый ими кем-то элементам Д. Смотрите, А принадлежит этому идеалу, значит, А делится на Д. Б принадлежит, значит, Б делится на Д. Давайте предположим, что есть какой-то элемент, на который делятся и А, и Б. То есть, представьте себе, что А делится на какой-то С, и Б делится тоже на какой-то элемент С. Тогда любой из вот этих вот элементов делится на С, потому что А делится на С, значит, это делится. Б делится, значит, это делится. Но Д представим в виде А, он должен быть какой-то элемент кольца, плюс 2, он должен быть какой-то. Значит, Д, это какое-то там АЮ плюс БЮ, тоже делится. И, значит, Д – это действительно наибольший общий делитель. Потому что он делится на любой общий делитель. И А и Б делятся на Д. Отлично. Первый пунктик нашего плана, который мы выполним. Переходим к второму пункту. Докажем, что любой неприводимый элемент простой. Так только надо пояснить, что такое простой элемент. Простой – это такой элемент, что если произведение на него делится, в каких-то двух элементах, то хотя бы один множитель должен делиться. Неприводимый – это элемент, который нельзя представить в виде произведения неделителей единицы. Это очень трудно сказать. Если П – неприводимый элемент, и если произведение А умножить на Б делится на П, то смотрите, что мы можем сделать. Мы можем рассмотреть наибольший общий делитель элемента А и элемента Б. Вот здесь посмотрите. Это некоторый элемент, который является делителем П. Но поскольку П не приводим, то это обязательно или элемент ассоциирования с П, то есть П может и делить единицы, или просто делить единицы. Давайте разберем эти случаи. Если вдруг выяснилось, что вот этот элемент С – это на самом деле П, то в таком случае получается, что А делится на П. И у нас, собственно, все доказано. Вот у нас было произведение, которое делится на П, и получилось, что А делится на П. Замечательно. Значит, С – это единичный элемент. То есть это какой-то делитель единицы. То есть идеал, прожденный А и П, совпадает со всем краюзгом. Замечательно. Значит, в виде АХ плюс ПЪ представима в том числе единица. И мы можем умножить это равенство на П, получив замечательную вещь АБХ плюс ПБЪ равно Б. Смотрите. А умножить на Б делилось на П, и это делится на П. Значит, получается, что Б делится на П. Вот так. Любой неприводимый элемент является простым. Второй пунктик нашего плана тоже выполнен. Третий пункт совсем простой. Только нужно понять, что такое возрастающая цепочка идеалов. Представьте себе, что у нас есть какой-то идеал, который является подможеством другого идеала, третьего, четвертого и так далее, и так далее. Так вот, оказывается, эта цепочка стабилизируется. То есть, обязательно, начиная с какого-то места, все эти идеалы просто равны друг дружке. Такие кольца называются нётровыми. То есть, мы сейчас доказываем, что кольцо главных идеалов обязательно нётровое. На самом деле, легко понять, что нётровые кольца – это в точности те кольца, где любой идеал конечно прожден. То есть, есть конечный какой-то набор элементов, которые его прождают. Вот, в кольце главных идеалов любой идеал один прожден. Замечательно. Казательство очевидное. Дело в том, что объединение цепочки идеалов – это идеал. А раз у нас любой идеал главный, значит, этот идеал прожден каким-то элементом. Но этот элемент должен содержаться в объединении. Значит, вы будете в каком-то, не знаю, в 2021-м или в каком-то содержаться. И всё. И наш идеал равен, значит, ему, уложенному на кольцо. А значит, все остальные цепочки стабилизировались. Отлично. Третий пункт мы тоже выполняли. Теперь, пользуясь только что доказанным фактом, давайте докажем четвёртый. У любого ненулевого необратимого элемента есть хотя бы один неприводимый делитель. Смотрите, если мы берём какой-то необратимый элемент и не можем его разложить на множители, иначе как делитель делится умножить на что-то, то есть вынести не можем ничего, кроме обратимого элемента, то всё, он уже не приводит. Если же не так, то элемент не сумерен вложить. Представьте, в пределении А1, В1, где оба элемента не являются делителями единицы. Это означает, что идеал, прождённый элементом А, содержится в идеале, прождённом элементом А1. Причём строго содержится, не равен, потому что если бы равнялся, то это означало бы, что А1 делитель не делится. Чудесно. Берём А1 и разлагаем его совершенно естественным боксом, как А2 во второе. И опять, если удалось разложить, то у нас получается такая вот цепочка. И так далее, и так далее, и так далее. Если в какой-то момент процедура остановится, то мы нашли неприводимый делитель элемента А. Если же она так вот и не остановится и продлится до бесконечности, то мы получаем тогда противоречие с тем, что доказано третьим пунктом. Получаем возрастающую цепочку идеалов, а её не может быть в конце главных идеалов. Замечательно. Четвёртый пункт мы доказали. Теперь посмотрим небольшое усиление четвёртого пункта. А именно, когда мы берём любой элемент, у него неприводимый делитель, давайте поймём, что этот неприводимый делитель обязательно входит в некоторой степени. То есть, вот смотрите, представьте себе, что у вас п неприводимый, тот же простой, мы уже поняли, да, что простой и неприводимый для колеца главных идеалов это одно и то же. И представьте себе, что А делится на п. Я утверждаю, что, конечно, в принципе, может быть, что А делится на п квадратно, п куб, но так не может быть до бесконечности. Почему? А вот представьте себе, если бы у нас А делилось на п, то есть, было бы представлено в виде, как у меня, п уменьшить на c1, и делилось бы на п квадрат, и так далее, и так далее, и до бесконечности. Делилось бы на все степени п. Тогда, посмотрите, какая была бы штука, это же было бы п умножить на п c2. То есть, вот это вот c1 равнялось бы п c2. Это означает, что идеал, порожденный элементом c1, содержался бы, причем, опять очень важно, неравен был бы идеалу, порожденному c2. Ну и так дальше. Идеал, порожденный c2 был бы неравен идеалу, порожденному c2, но содержался бы в нем, и так далее, и так далее, и так далее. И мы бы опять получили возрастающую, строго возрастающую цепочку идеалов, а мы знаем, что ее нет. Еще одно важное замечание. Вот представьте себе, что мы представили а в виде п в сфере не умножить на cn, где cn не делится на п. И такой-нибудь другой элемент, б тоже делился на п, там в какой-то степени, там был какой-то dm, то же самое, dm не делится на п. Обратите внимание, когда мы перемножаем, то вот здесь перемножиться будет п в сфере не m плюс n, а здесь будет произведение двух элементов, не делящихся на п. А мы помним, что любой неприводимый элемент прост. Значит, если они не делились оба, то их произведение будет не делиться. То есть вот этот вот показатель, он так же, как для целых чисел. Когда перемножаешь числа, то показатель складывается. Так, осталось чуть-чуть. Осталось доказать пятый пункт. Любой ненулевой неопротивный элемент можно разложить в произведения неприводимых. Ну, господа, наверное, вы уже поняли, что это делается опять при помощи цепочки идеалов. Смотрите, если у нас некоторый элемент, да, произведение, может быть, состоящее из одного множества, это умеется, да, некоторый элемент, и он не является неприводимым, не является умным, не является негативным, то он должен как-то разложиться. Вот нам дали элемент, и он разложился в произведении. Давайте я... Эти скотчки уже были выписаны. В третий раз напишу, наверное, тоже это самое. Вот некоторые элементы А, представьте себе, мы сумели представить, как А1 умножить на В1. И при этом, если они оба неприводимые, то все, процесс уже остановился. А если же хотя бы один не является неприводимым, давайте тот, который не является неприводимым, напишем на первое место. Значит, А1 не неприводимый. Ну и, разумеется, не делите единицы, потому что на делите единицы мы вообще не обращаем внимания. Замечательно. В таком случае идеал, прожденный А, строго содержится в идеале, прожденном А1, потому что А делится на А1, но не на В1. Отлично. И вы уже понимаете, что будет дальше. Я теперь пишу, что А1, раз он не является неприводимым, значит, можно так-то представить. И значит, получается опять. Ну и так далее. И так далее, и так далее. И получается возрастающая цепочка идеалов, а ее не может быть. Вот так. Основная теорема арифметики верна в любом конце главных идеалов. В конце главных идеалов выполнена основная теорема арифметики. Заметьте, что называется ударная сила, это был третий пункт, что любая возрастающая цепочка идеалов стабилизируется. Не отравость. То, что любая возрастающая цепочка идеалов стабилизируется. Продолжение следует... Продолжение следует...